В пятом ряду в четвертом месте, сегодня в студии 54, Виктория Левченко, заслуженная артистка России и актриса театра «Красный факел». Доброе утро! Доброе утро! Ой, утро доброе-предоброе! Аплодисменты! Ну, конечно! К нам в студию не каждый день заслуженные артистки России приходят, поэтому... С утра это очень приятно! В чем секрет вашего доброго? Каждый раз разный! Сегодня какой? Чашка кофе и приезд к вам! Очень приятно, очень приятно! Ну, насчет пятого ряда, четвертого места. Давно ли вы были в качестве зрителя в зале? Очень часто! Очень часто? Я очень часто смотрю спектакли из зрительного зала. В своем театре. И в своем, и в чужих, в дружественных. Иногда мне жутко жаль, что я смотрю это из зала, а не играю на сцене. Бывает такое, да? Бывает, да. Кажется, вот тут я бы лучше могла? Ну, в принципе, да. В общем-то, я очень уверена в этот момент. То есть я, ну, в принципе, я очень благодарна зрителю. Я не та артистка, которая как-то не та. Что последнее вы видели? Что я последнее видела? Я очень много смотрю, фактически много премьер во всех театрах. Поэтому мне сейчас сложно что-либо сказать. Ну, или давайте так, какой ваш любимый спектакль, на котором вы наслаждаетесь в качестве зрителя? Тяжело? Тяжело сказать. Нет, у меня такого нет, во всяком случае, в городе Новосибирске. У меня бывали такие катартисты, когда я где-то что-то смотрела. И я прям выходила, и после этого хотела бросить просто профессию. Потому что, ну, правда, я была настолько, мне так это нравилось, по-актерски, по режиссуре. И я выходила, и я прям плакала и думала, господи, зачем я этим занимаюсь, я так не могу. Ну, то есть, это где-то в столице, видимо, да? Ну, предположим, я... Хотели бросить, потому что они должны были в войне. Нет, дело, ну, мне кажется, что я так не могу. И я так не могу, кстати, складывается не так, как бы мне хотелось. Ну, допустим, я смотрела у Фоменковки так, и я прям вышла и подумала, вот это мое, вот это мне. То есть, у меня так и бывает, да. В Новосибирске я смотрю ровно, мне что-то нравится, что-то не очень, но... А помните самый первый раз, когда вы пришли в театр? В качестве зрителя? В качестве зрителя нас очень часто возили в утерный театр. В автобус. Ну, первые эмоции, не вспомните сейчас, что было за спектакль. Это еще в школе, да? Это еще в школе было, да. Ну, помню, что в основном, конечно, мы были на балконе и ели бутерброды с икрой, и парни даже пили коньяк. Да ладно? Ну, правда. Старшие классы. Тогда же там всегда все, да, там же все продавали в утерном театре. И мы прям ждали этого момента, чтобы туда поехали. Чтобы крым поесть и коньяка помнить. Хороший стимул к искусству, действительно. Ну и как вы все-таки решили, что вот это ваше, и хотите дальше связать свою жизнь с актерским мастерством? Не знаю. Какой момент? Как я захотелось. Еще в детстве или уже попозже? Я думаю, что в детстве. Мне хотелось сначала заниматься раскопками, раскапывать какие-то древние города. Вот как-то мне хотелось... Как индиана Джонс, да? И ездить. Ну, почему-то у меня была внутренняя потребность к этому. Вот. Потом я не знала, куда поступать, чтобы этим заниматься. Не совсем понимала. А театральное... У нас со школы один парень поступил в театральное. И я подумала, что да, я тоже пойду туда схожу. И вот я... И получилось. С первого раза. Да, как-то вот так. То есть это скорее был такой, может быть, изначально случайный выбор? Нет, я не могу сказать, что случайный. Нет, я к этому не готовилась. Нет, абсолютно точно. Я всегда прекрасно читала стихи в школе. Меня все заслушивали. Хорошо писала по семье. Мы сегодня это еще оценим. Ну, это сейчас же, может быть, будет не так прекрасно. В школе же это прекрасно, когда громко. И выразительно. И с чувством. А в театре уже несколько иначе. Виктория, мы знаем, что «Красный факел» — это не единственный театр, в котором вы работали. Был еще старый дом. И, может быть, я чего-то не знаю, еще что-то было? Нет, нет, был только старый дом. Вот как человек, который валится в этой среде. Вот так это было, он был драма. Можете сказать, не как вот зритель, а как человек из театра, все-таки в Новосибирске все театры примерно одинаково построены? Или все-таки каждая совершенно разная планета? Абсолютно разная. Ну, это мое личное мнение. Мне кажется, это абсолютно разная планета. Вплоть до какой-то манеры актерского существования. Вплоть до какой-то внутренней кухни. Вплоть до того... У нас великий театр, у нас есть актерское фойе, которого нет ни в одном театре, в общем-то, почти в Новосибирске. Но это совершенно разный театр. Актерское фойе — это такая площадка между бримерками, где вы разговариваете? Да, где мы всегда все сидим, разговариваем, да. Ничего себе! Когда раньше можно было куриц, там все время люди курили. Но сейчас нельзя, поэтому сейчас просто разговариваем. Слушайте, ну, если мы не смогли вывести любимый спектакль как зрителя, может быть, мы найдем любимую или, наоборот, нелюбимую такую тяжелую роль для вас? Одну роль я видел, между прочим. Какую? Джульетту. Серьезно, что ли? Я был на спектакле... Боже, милость, как я рада! Со Славой Россом. О, Боже! Вячеслав просто был мегазвездой. Мегазвездой, да. Я, к сожалению, не знаю, чем сейчас он занимается. Сейчас все наши юные, молодые актеры думают, что они звезды. Ну, мне, конечно, не хочется сказать. Ребята, вы не знаете, что такое звезды. Потому что это я даже помню, ощущала, когда я выходила из театра. Все время ко мне подбегала куча людей. Я думала, Боже, 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 вот они. Они из приличия задавали несколько вопросов. Спрашивали, а как же Слава? Слава сейчас прекрасно видишься. Он снимает фильмы. В Москве. В Довольно неплохие, да. Я вот был на спектакле «Ромео и Джульетта». Это было, по-моему, 90-91 год. После спектакля «Ромео и Джульетта» да, это было очень давно. У меня как раз после спектакля «Ромео и Джульетта» было много спектаклей, которые я обожала. Но театр же вещь подвижная. Спектакли уходят, приходят. И те самые величайшие, которые я обожала, они как-то, ну, уже их нет в репертуаре. Но это была любимая роль? Джульетта? Ну, нет, я не думаю. Не думаю. У меня было гораздо любимее. Кто-кто-кто? У меня было много любимых ролей. Это Ивона. Ивона «Принцесса Бургунская». Почему? Самое-то интересное, что именно вам так нравилось. А вот когда, знаете, когда ты понимаешь, что режиссер тебя видит так, как ты бы хотел, чтобы тебя видели, либо круче. Ну, вот когда ты, вдруг в тебе что-то такое говорят, что ты можешь сделать это, ты думаешь, господи, но вроде вот нет. И ты вдруг выходишь на какие-то такие вещи, которые ты действительно в себе любишь. Ты начинаешь кайфовать от себя. То есть она была похожа на ваш настоящий характер или наоборот? Это что-то, что вам не свойственно, и вы эту высоту взяли? Режиссер-то увидел, да, у вас? Да, по-видимому, да. Благодаря этой роли. Ну, да. Я думаю, актеры же эгоисты. Ну, в принципе, наверное, все. И все чувствуют, когда это вот оно, когда это все будет восприниматься зрителем, когда ты будешь... Тебе не будет за это стыдно. И мало того, ты будешь гордиться, что ты сейчас играешь в этом спектакле, когда ты выходишь, ты как бы так гордишься. А есть роли, которые, наоборот, для вас не очень приятны, и, может быть, даже вы и не гордитесь, что-то, что не приносило вам удовольствия? Была такая роль? Ну, их не так много, к счастью. Это замечательно. К счастью. Ну, они есть... Ну, не то, чтобы я... Тяжело давалось. Воспринимаю. Нет, нет. Вот когда роль дается тяжело, это может быть очень хорошо. А есть... Ну, как же говорят, типа нет маленьких ролей. Вот. Ну, есть хуже. На самом деле есть маленькие роли, а есть еще никакие роли. Ну, как бы, они есть никакие, но поскольку это же наша работа, ну, не всегда же играть там что-то ого-го. Иногда как-то ты вынужден выходить и работать, то есть ты не понимаешь, что ты тут делаешь. А может, например, провести? Ну, это в одинаковых нарядах, типа еще там с тремя, с четырьмя, с пятью артистками, вот это хуже нет. Вот. В общем, второстепенно. В общем, да. Супер-супер второстепенно. Незаметно. Дело даже незаметности. Иногда, знаете, бывают какие-то вещи... Вот у нас был прекрасный спектакль «Город глупов». Ну, он был прекрасный. Понятно, что там было несколько персонажей, была огромная массовка вот этих вот глупцов. В которой фактически была вся труппа. И там дело даже не в том, что... Есть какие-то вещи, которые ты в жизни не воспринимаешь. Там была политика вот эта намешана, как там все присмыкаются перед правительством, чина поклонения вот это. Я вот этого очень не люблю. Я не знаю, что с этим делать. И мне не всегда приятно в этом существовать. Вот. Я это хотела сказать. Есть вещи, которые интересно в себе сломать, да? Есть, которые неохота. Которые неохота. И ты понимаешь, что ты в этом не совсем обаятелен. Ты в этом как-то непрекрасен. О более приятных вещах поговорим после рекламы. Поковыряли вас немножко. В этом ряду в четвертом месте. Виктория Левченко, заслуженная артистка России и актриса театра «Красный факел». Очень гордостно нам ее принимать сегодня в гостях. Доброе утро еще раз. Поковыряли уже про приятные и про неприятные роли и про театры. И, в общем, казалось бы, про все, да не про все. Осталось немножко проиллюстрировать искусство. Мы бы хотели показать слушателям, что у нас действительно актриса в гостях. Вдруг они не верят. Актриса, она не всегда так вот характеризуется стихами. Ну, что-то из любимого просто. Я очень люблю Серебряный век. Могу часами, днями. Нет, у нас, к сожалению, это даже. Это северяне. В шумном платье Муара. В шумном платье Муара. По аллее олуменной вы проходите в море. Ваше платье физическое. Ваша тайма лазоревая. А дорожка песочная от лесы разузорена. В шумном платье Муара. В шумном платье Муара. Вы такая простая, вы такая изящная. Но кого же ты в море? И найдешь ты ли пара вам? Ножки пледом у Кутинки дорогим, Игуаровым. И садясь комфортабельно в ландарете Березиновым. Жизнь доверчивым мальчику в макинтоше Резиновым. И закройте грузаи Ваши платья Жасовные шумном платье Муара. Шумном платье Муара. Ну просто песня, а не стихи. Наверное, не знаю, может, строчки повторяются, но хочется прямо мелодию наложить. Ну я подумала, что любовь с утра не помешает. Конечно, тем более весна за окном. Конечно. Раз представляем Вас платье шумным, красивым. Мне хочется всех дам таких прекрасных. Вот насчет женственности. Мы видим, что это прекрасно, но насколько в ролях Вам это нравится? Или Вам больше нравится играть что-то хулиганское, позитивное, негативное? Какие Вам ближе? Все зависит от драматургии, от текста, что там есть. Главное, чтобы было что играть, чтобы была тема. Тут не важно, женственная ли ты, хулиганка ли ты, злая ли ты. Вы возьметесь за все. Да, главное, чтобы это было обаятельно. Хорошо. Ну, наверное, свободного времени у Вас не очень много. Мы знаем, актеры занятые люди. И хотелось бы немножко, кроме профессии, заглянуть вообще в Ваш характер, Вашу жизнь, Ваши пристрастия. Какие-то хобби есть? Что еще происходит? Помимо театра в жизни. Хобби? Я рисую. Мне очень нравится рисовать. Мне очень нравится... Что это, портреты, какие-то наброски? Просто наброски. Карандаш. Да все, что угодно. Я иногда иду специально, покупаю краски. Не хочется что-то намалевать красками. То есть я не могу сказать, что я прям профессионально рисую. Была какая-то художественная школа? Нет, нет. У меня просто папа был художником-оформителем. И когда я была маленькая, я с первого маята жила в интервайке. Все вот эти плакаты раньше, мир, труд, май, и все такое. Это все писал мой папа. Я всегда этим очень гордилась. У меня, по-видимому, мы от него, мы с ним детство себя очень много рисовали. Это мне нравится. Ну, в общем, из хобби все. Иногда я шью. Мне нравится что-то шить, но у меня не получается очень аккуратно. Я увижу, что мне захочется... Ох, я вот сейчас прям сейчас так сошью. Начну, а потом думаю, нет, не вышло. Костюмов для тебя пока не видно. Нет, нет, не могу. Ну, давайте тогда возвращаться на сцену. Актер часто пробует тебя в написании пьес, в режиссировании. Вы бы такое хотели попробовать или, может быть, уже пробовали? Может быть, с детьми что-то? Может быть, серьезное что-то? Нет, 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 я немножко работала в студии Хабенского с детьми, которые сейчас есть у нас в городе, но меня надолго не хватило. То есть я не педагог, и мне... Я вдруг почувствовала, что мне еще жалко делиться мастерством скепт. Почему? Что значит жалко? Ну, пока это я жадина оказалась. А, вдруг у них получится лучше, да? А как же я? Я, конечно, шучу, но как бы да. Ну, наверное, нет. Режиссура, мне кажется, это вообще какая-то фантастическая профессия. А кино? О, кино... Хотелось бы попробовать? Я думаю, что я такой редко адекватная актриса. Мне хотелось бы артхаузное кино какое-то, какое-то авторское. Вот, потому что, мне кажется, навряд ли я сгожусь для каких-то сериалов, для какого-то такого бытового кинематографа. Ну, я думаю, что навряд ли. Для каких-то типичных образов. Какая-то специфичная, да. Ну, да. Я пробовалась несколько раз, и даже однажды мы были с дочкой на киностудии. Ну, собственно, ее туда звали, какой-то эпизодик сыграть. И нас позвали, тут же там снимали какой-то фильм про войну, и нам сразу предложили, типа, без проб, там кто-то не пришел. Ну, и мы вроде обрадовались, решили сняться, а потом оказалось, что это мать и дочь, которые по деревне где-то насилуют и убивают. О, что? Немцы. Прости, господи. Ну, я сразу сказала нет. Ну, потому что зачем? А давайте пригласим слушателей на ближайший спектакль с вашим участием. Да. Когда? Ой, забыли. Нет, почему? Я приглашаю с огромным удовольствием на спектакль «Маскарад». И не совсем я сейчас помню, когда он будет. Ладно, посмотрим. Ну, я думаю, что в следующем месяце он будет точно. Типтоника чувств на малой сцене. Приходите, с удовольствием. Претемендуете. Ну, конечно. Еще на минуточку мы задержим вас, пожалуйста, Виктория. Я с удовольствием. Почетный гость нашей студии. Расскажите нам забавную историю из жизни. Веселый случай. Я, наверное, думаю, что я не смогу рассказать. Потому что на все, что в жизни происходит, это же в контексте чего. Когда стихи? Да? А так стихи? Еще. Да. Ну, как же? Как же? Там, забыл слова на сцене. Неужели с вами такого не было никогда? Нет. Конечно, много было. Но это, ну, опять же... И как вы кричались? А спектакли Ромео и Джолеты, которые вы имели счастье видеть... Сколько? А даже, я была жутко простужена. То есть до такой степени, что кашель он просто не умолкал. И... А Слава Рослана же вообще герой был, как вы понимаете. Его уже обожали все. И там была гробница, на которой я уже в конце лежала, умершая. И она была прямо вот близко. И надо было очень долго лежать. И она холодная еще, да? Нет, не в этом дело. Я просто очень дико закашляла. Это просто было невозможно. А Слава надо мной, да. Он что-то там говорил. И он понимал, что я уже все. У меня слезы, и я все. И он просто в этот момент пытался меня целовать, чтобы заглушить. То есть он начал играть свою историю. Он меня целовал. Он брал и говорил свой текст. И брал меня вот так тряс. Чтобы прокашляться. Чтобы я... Ну, чтобы не слышно было. Потому что я делала буквально так. Все, ну, это было все. Вот. Он мог бы притвориться, что сам кашляет. Чтобы вы... Вам даже сейчас не очень смешно. Когда мы ушли за кулисы, мы смеялись так, что это... Ну, это правда. Ну, я просто... И таких историй очень много. Спасибо хоть за одну. Спасибо. У нас в гостях была Виктория Левченко, заслуженная актриса России, актриса театра «Красный факел». Надеюсь, еще когда-нибудь встретимся. С удовольствием. Спасибо, да. Спасибо.